всем привет вы на канале проект усадьба и сейчас мы займемся построением ионической капители и ионического ордера в массах и так предположим что это у нас пол потолок или это цоколь дома и крыши дома для того чтобы нам построить между этими двумя линиями ордер нам нужно поделить эту высоту всю на 19 частей в том случае если мы будем строить полный ордер то есть ордер с пьедесталом вначале мы построим полный ордер потом построим не полный то есть без пьедестала и так делим на 19 частей верхние три части у нас уйдут на антаблемент нижние четыре части нас уйдут на пьедестал расстояние между двумя линиями будет как раз наша колонна значит на базу колонны у нас уйдет один модуль да мы сейчас найдем сначала модуль нам нужно определить диаметр нашей колонны в ионической ионическом ордере диаметр колонны равняется 1 18 то есть радиус колонны равняется 1 18 делим на 18 частей высоту колонны определяем диаметр нашей колонны далее откладываем один модуль данном случае один модуль модуль равняется радиусу на базу колонны и две третьих модуля сейчас мы сделаем две третьих модуля сначала две третьих модуля откладываем на капитель помню что капитель у нас читается до верхней части астрагала то есть все что ниже это стол колонны все что выше это капитель таким образом вот у нас стол колонны нам нужно поделить его на три части для того чтобы определить место где будет начинать синтезис так поделили для того чтобы нам построить синтезис сейчас мы проведем ось нашей колонны мы поделим наш радиус на 7 нет на давайте на 6 частей на 6 частей и одну шестую утонение на одну шестую будет наш интазис для того чтобы построить интазис по радиусу а не по прямой мы возьмем проекцию колонны пойдем середину нашего фрагмента середина нашего фрагмента здесь также найдем середину и через эту точку поведем дугу если это не до конца понятно пишите в комментариях я сниму более подробный ролик о том как строится интазис интазис построили озеркалили теперь построим базу колонны значит посмотрим на чертежи и виньолы так нет тут у нас база нету получается нам нужно будет база вот есть значит для ионической капитали нас радиус делится на 18 частей арт на 18 парт сейчас мы это сделаем чтобы определить те единицы измерения которыми мы будем мерить о виньоле будем брать размеры по виньоле чтобы они были согласны нашей колонии нашим размером мы поделим радиус на 18 частей делим на 18 этот размер является одной партой то есть одной части как видите print равен 50 партам соответственно у нас во всей колонии парт 36 то есть 18 плюс 18 и нам нужно еще сделать получается 14 частей прибавить чтобы получить 50 сейчас мы это сделаем так 18 18 минус 4 на 4 он должно быть 50 проверим сейчас или 5 6 7 9 10 11 12 12 16 17 18 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 23 34 35 36 37 38 39 40 41 40 парт значит это у нас размер который мы возил на плинт колонны так и значит на высоту плента мы заложим одну треть так и так вот у нас получилась база и плинт хорошо теперь нам нужно построить капитель возьмем тебе парты части они нам тут помогут так капитель смотрим сверху отступаем вот отсюда получается капитель вот от этой точки вот до вот этой точке получается одна парта две парты одна парта три парты и 5 парт вот у нас эта точка ниже идет острогал он уже относится к колонии мы его сейчас строить не будем так это у нас эко колонны и нам нужно сделать нарисовать валюту окно для начала нарисуем абак насколько он вынесен значит на 5 видим на 5 частей это у нас линия ствола колонны от линии ствола до вертикали 5 частей измерений но 345 5 частей таким образом так и теперь валюта у нас получается 16 частей меряем 16 частей 1 2 4 5 6 7 8 и 10 11 12 13 14 15 16 16 частей откладываем вот у нас получилось валюта с моё нарисуем условно вот таким образом эта линия нам понадобится для того чтобы мы смогли построить карниз от этой линии это получается у колонны мы на нее опираем карниз какая-то вот условно нарисуем наша валюта карин телка петель готова вот таким образом сейчас это все условно естественно когда нужно будет прорисовывать валюты то тогда уже займемся непосредственно прорисовыванием далее нам нужно построить карниз он стоит из архитрава виза и карниз не части значит архитрава на часть у нас 1 1 4 модуля складываем модуль у нас равен радиусу делим на 4 и откладываем одну четвертую это наш архитрав далее следует призывая часть призывая часть у нас одна и одна вторая есть один модуль парнизная часть 1 и три четвертых она у нас так получается можем проверить один модуль и и четверть и четверть и четко четко совпало и так здесь у нас находится находится трав так для фасции тут и поясок получается 4 и 1 2 это уже вот в этих вот единицах изменения частях час 4 и 1 2 1 2 3 и половинка так и и и половинка так и и и и и и и и и так теперь но физик ничего не строим на карнизе смотрим у нас 31 часть это вынос карниза от вертикальной линии что откладываем здесь у нас 36 за вычетом получается четырех раз-два-три-четыре да вот этой вот . где у нас тут раз-два-три-четыре это вынос карниза карнизной части таким образом получается на гусек уходит так у нас получается 7 8 9 9 единиц и 6 уходит на капельник 9 единиц 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 на кусок и 6 раз-два-три-четыре-пять-шесть шесть частей на капельник есть так вот схематично это будет выглядеть так осталось построить где стал элементы мы закончили и дистал у нас получается 1 2 модуля уходят на карнизу на участке и стала 1 2 модуля и 1 2 модуля уходит на цокольную часть перестала ширина пьедестала у нас о ленту задается и откладываем 25 для построения в марс в массах этого достаточно и вниз вниз у меня рисует вот так и дисталл построен канал на колонна карнизом и они ческая построена и и удаляем лишние линии не знаю и нам нужно построить ордер без пьедестала то есть не полный значит можно либо взять и увеличить просто растянуть допустим наши границы которых мы можем работать на либо о потолок либо цоколь крыша значит вот они у нас есть и теперь нам нужно сделать ордер без пьедестала значит как мы делаем мы делим все начинаем делим отрезок этот на 5 частей одна часть у нас уходит на карнизную часть и 5 частей уходит на колонну далее все то же самое как и строили колонну берем делим на 18 частей получается у нас радиус и чего дальше то же самое как мы строили я сейчас этого повторять не буду а возьму ее что мы уже построили и растяну вот таким вот образом вот и все у нас есть колонна без пьедестала колонны это элемент все линии построения можно убрать нам больше не нужны вот так выглядит ионический ордер массах всем спасибо за внимание кому понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал я буду выкладывать периодически видео о построении классических классических форм в архитектуре пишите комментарии если есть какие-то вопросы я постараюсь ответить на них всем всем спасибо до новых встреч пока пока